Рече Господь, притчу сию, человек некий, име два сына, и рече юнейший отцу, отче, дашь ми достойную часть имения, и раздели им имение, и не по мнозьих днех, собрав все, меньший сын, отыди на страну далече, и ту расточи имение свое, живый, блудно, и сжившу же ему все, бысть голод крепкий на стране той, и той начат лишатися, и шед, прилепися единому от жителей той страны, и посла той его насела своя, пасти свиней, и желаше насытите чрево свое отражец, я же едях у свинья, и никто же даяше ему, в себе пришед, рече, калика наемника в отца моего избывают хлебы, аз же гладом гиблю, восстав иду к отцу моему и реку ему, отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несем достоин, нарещися сын твой, сотвори мяяку единого от наемник твоих, и восстав, иди к отцу своему, ище же ему далече сущу, узрей его, отец его, и мил ему бысть, и те к нападе наш выю его, и облобыза его, рече же ему сын, отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несем достоин, нарещися сын твой, рече же отец к рабам своим, и изнесите одежду первую, и облиците его, и дадите перстень на руку его, и сапоги на ноги, и приведите тельца упитанного, и заколите, и ядше возвеселимся, яко сын мой сей, мертв был, и ожил, и погибал, и нашелся, и начаша веселитеся, бежи сын его старий на селе, и яко гряды, и приближися к дому, слыша пение и лики, и призвав единого от отрок вопрошаше, что уба сия суть, он же рече ему, брат твой прииде, и закла отец твой тельца упитанного, яко здраво его прияд, разгневася же, и не хотяши в нити, отец же его исшед, моляши его, он же отвеча в рече отцу, все талика лет работаю тебе, и не коли же заповеди твоя приступих, и мне, не когда же дал еси козленка, да со други своими возвеселился бы их, и когда же сын твой сей, из еды твое имение с любодейцами прииде, заклал еси ему тельца питомого, он же рече ему, чада, ты всегда со мною еси, и вся моя твоя суть, Возвеселитесь аже и возрадовайтесь а подобаше, яко брат твой сей мертвбе и оживе, и изгиблбе и обрете все. Притча о блудном сыне, я думаю, потребует от вас еще домашней работы библейской. Я бы порекомендовал вам скромно прочесть всю 15 главу Евангелия от Луки, поскольку там, в этом контексте, притча занимает свое органическое место. Значит, начало этой главы говорит о том, что все, что сказано ниже, было обращено к неким праведникам, которые уничижали грешников и возвеличивали себя, к фарисеям. Христос действительно был раздражительным фактором, в частности потому, что он, не гнушаясь, общался с теми, от кого сторонились лучшие люди народа. И вот они упрекали его в этом, и он сказал им ряд притч. То есть притч о блудном сыне, это третья в ряду преждесказанных. Первое, сказал Господь о том, что если у человека есть сто овец, а одна заблудилась, он оставляет 99, идет за овцой, находит ее и радуется о ней. И зовет к себе друзей и соседей, говорит, радуйтесь со мной, я нашел погибшую овцу. Потом Господь говорит про деньги, что если у женщины есть 10 драхм, ну скажем там, полмиллиона рублей, допустим, условно говоря, она потеряет из этой части какую-то часть, какие-то 100 тысяч куда-то заваляются. Допустим, она будет искать эту драхму потерянную, найдет ее, если, то с большой радостью позовет к себе и подруг, и соседок. Видимо, люди были очень простодушные в те времена. Честно говоря, сейчас бы так уже никто не сделал. Потерял, нашел, не нашел, никому не скажешь, сколько у тебя, я что-то нашел. Вот вам, кстати, говорят, тоже, да, вот на ходу. Люди были другие. Блудницы и те были другие. Умели плакать, каяться и так далее. И вот, говорит, радуется и созывает друга, другого, соседей и так далее. И говорит дальше, что радость бывает на небесах, о едином грешнике кающемся. А второй раз, говорит, радуются ангелы Божии, о едином грешнике кающемся. То есть покаяние, братья и сестры, оно радостотворное. Человек по внешности, казалось бы, кающийся, он как-то и не весел вроде, он собран весь в себе, у него какие-то мысли тяжкие в сознании, он думает о чем-то, у него работа внутренняя происходит, он не похож на веселящегося. Но когда покаяние достигает цели, оно рождает свободу, легкость, радость и бесстрашие. Потому что все страхи человеческие от нераскаянности, и все тревоги наши, и печали, и все наши чувства несвободы, замкнутости, такой угрозы будущего дня, это все от нашего нечистого сердца, потому что жалок и горек тот, в ком совесть нечиста. А покаяние радует человека, и оказывается, радует даже ангелов. То есть ангелы Божии замечают события мира с какой-то своей специфической точки зрения. То есть, допустим, построили люди космодром, ангелы, может, этого не заметили. Или прокопали люди новый тоннель, куда-то, откуда-то. Ангелы, может быть, это относится к этому с ангельским бесстрастием. Но какой-то человек покаялся, и ангельский мир замечает это. Небеса содрогаются, мир движется, и они чувствуют это все, и радуются, что еще один сын нашелся. Вот уже третья притча, это о сыне. То есть, по нарастающей идут как бы рассказ о потерях. То есть, Богу важен каждый человек. То есть, главный смысл, собственно, этого. Богу важны люди. Все остальное важно уже во вторую степень, в третью и четвертую. Главное богатство церкви – люди. Главное богатство народа – люди. Главное богатство любого успешного предприятия – люди. Работяги, умнички. Вот люди – главный капитал. Всюду люди – главный капитал. Все остальное – второе. И Богу, оказывается, люди более всего важны. И ангелам это интересно. Они радуются о покаянии грешников. Значит, потерял овцу, потерял деньги. Сын пропал. Не украли, не убили, на войну не забрали. Сам ушел. Сам паразит. Возгордился, захотел погулять, забрал нужную часть ему имения и пошел растрынкивать. Ну, слушайте, узнали вы себя в который раз в этой притче или нет? Понимает ваше сердце, что это притча о всем человечестве и о каждом человеке в отдельности. До крайности мало людей в нашем роде людском, которые родились в благочестивой атмосфере. Мать носила и молилась, воду святую пила и с Евангелием рожать пошла. И родила, и крестили, и обрадовались, и воспитывали как положено, и вырос, и возрос, и возмужал, и в голове все хорошо, и сердце чистое, и плечи широкие, душа храбрая, и заповеди Божии в сознании его. И так до смерти дожил, богатый добрыми делами, и лег в гроб, как спелая пшеница, а душой взлетел, как ракета в небо. Самое царство Божие. Таких людей почти нет. Почти нет. Значит, блудным сынам приходится побывать либо в начале жизни, когда Бога не знаешь, вот не знаешь, и шляешься по всем свиным корытам, хлебаешь всякую помойку из не знаю где, и даже этого тебе не дают. Сегодня приходят в церковь люди, которые побывали и кришнаитами, и занимались трансцендентальным сознанием каким-то, значит, и медитировали. Чуть на Тибет лазили для того, чтобы там правду Божию найти. В этой секте были, в этой секте были. Этого коуча слушали. На этих курсах личностного роста были. По каким только помойкам не лазит бедный человек, чтобы найти Иисуса. А Иисус ждет, ищет человека, и Бог ждет человека. И вот пока он не насытится своим унижением и бесполезными трудами, ничего не происходит. Потом Джек возвращается. Сын пришел. Радость на небесах. Еще один сын появился у Бога. Вернее, вернулся. Сын изначальный. Это первая часть людей. Вторая часть людей, которых воспитали в православной вере. У нас еще лет 20 не было таких вообще, которые родились и воспитались в православной вере. Уже сегодня, 25 лет спустя, сколько там лет спустя, 30 лет спустя окрушения Союза, у нас появилось целое уже поколение, скоро будут уже второе, уже на подходе поколение, людей, которые рождены в венчанном браке, крещены в детстве, а не в взрослом возрасте. Ходили на уроки закона Божьего, причащались с детства. Ну, вроде все мы сделали, чтобы они были Божьими. Получается у нас? Неа. Наступает пубертатный период, подростковые психи начинаются у человека. Агрессивный мир ему предлагает по телевизору, по компьютеру. Там голую плоть, там стрелялки-бродилки, жажду денег, скепсис, ненависть ко всем, недоверие к родителям, бу-бу-бу-бур-быр-быр-быр, недовольство жизнью. Это сытая, сопливая молодежь, она насквозь недовольна жизнью. Войны у них нет, голода нет, ничего, рак их не косит еще, молодые еще. Но все недовольны жизнью. Власть ругают, родители не любят, наколками обшиблись, дурацкую музыку слушают. Ходят они в церковь, какая церковь же? Это будущие блудные дети. Те, которые не знают Бога, потом придут. Придут. Надеюсь, это воля Божия вообще, чтобы все спаслись и в разум истины пришли. А те, которые воспитались в вере, они отпадают. Они массово отпадают, а потом опять придут. То есть блудным сыном так или иначе получается побыть почти у каждого человека. Либо ты просто не знал, жил не пойми как, не пойми где, а потом прозрел, узнал скорбями или книжками или чем-то еще. И приходишь к Господу и со слезами, и Он берет тебя в объятия. Либо ты воспитался уже в вере, но все равно нужно знать, что там потери тоже очень большие. Люди отпадают и потом обратно возвращаются стопами блудного сына. Значит, это притча для всех и про всех. И мы должны опять как бы свое сердце возбудить на то, чтобы понять, это Евангелие про меня. Уходил я от Отца? Уходил. Тратил я что-то там полученное? Тратил. Что мы слушали и растратили? У нас у всех есть таланты и дары. Мы использовали их не по назначению, либо не раскрыли свои дары. Есть люди, которые не раскрыли свой дар до сегодняшнего дня. Он у них есть, они его не знают. И так можно и в гроб лечь. Это кладбище любое. Это не только кладбище человеческих костей. Это кладбище нереализованных идей. Кладбище ненайденных, ненайденных душ. Это кладбище как бы погибших талантов. Потому что не находят себя люди. А время святое это бесценное, которое не покупается ни в одном магазине. Какое дорогое время, как много его потрачено бестолку. Разве это не расточение Божьих даров, а словесный дар, слово. Если Моисей мог словом солнце останавливать, если там другие святые могут словом там реки осушать, там или из сухой земли родник выводить, мертвого поднять может словом человек, если слово у него сильное, с Богом, посоленное Духом Святым. Наши слова. Сколько мы слов потратили бестолку? Из всей суммы сказанных слов сколько было слов хороших? Сколько было слов по делу? Сколько было слов о Боге? Сколько было в молитве с Богом сказано? Большинство, льви на это, 98% всего сказанного нами, мусор, который не нужно было произносить. Разве это не растрынкивание? А почему потом Бог не слышит мои молитвы? Да потому что из 100 слов, которые ты говоришь, только 2 ты говоришь Господи, Господи, а 98% какой-то мусор какой-то у тебя во рту. Мусор во рту. И ты сам себя не слышишь, когда молишься. Потому что привык болтать ерунду всякую. Разве это не трата Божьей их даров? Да все потрачено на самом деле. Уже потом к старости мы когда начинаем каяться, уже нет ничего. Уже бы и принес бы что-то, да нету ничего. И вот в этом состоянии мы возвращаемся к Отцу, не считая себя достойными того, чтобы сыном называться. Причем еще заметьте очень важную вещь. Мы всегда говорим и будем говорить. И Иоанн Притеча об этом говорит. Сотворите плод достойный покаяния. Хочешь покаяться, делай дела противоположные грехам. Например, ты, ну допустим, ты был развратник, вот блудник. Сегодня вообще тема блудного сына. Вот блудником ты был. Что противоположно блуду? Всяческое воздержание. Не только плоти, не только чрева и подчревия. Воздержание глаз и ушей и языка, потому что оттуда начинается блуд, разврат и всякое. Если хочешь покаяться в блуде, прекрати не только блудить телом или блудить мыслью. Матюкаться прекрати. Смотреть на обнаженное тело чужое прекрати. Многого прекрати. Не только не ешь лишнего, но еще и попробуй, что такое жажда. Отцы сказали, кто хочет с блудом побороться, пусть не только пост узнает, пусть узнает, что такое жажда, что такое не пить воды, когда пить захотелось. Это если ты с блудом борешься, я вам называю просто, что бы мне такое сделать, чтобы возместить мои прежние ошибки. А еще, говорят, блуд побеждается легче всего теми, кто никого не осуждает. Это целая наука, как справиться с тем или с тем грехом. И говорит, сотворите плод достойный покаяния. А здесь что видим? Здесь видим нечто удивительное. Блудный сын над корытом стоит со свиньями рядом и приходит вдруг в себя мыслями, так сказать, слушай, у меня в доме отца моего куча наемников и все сыты. А я тут, понимаешь, гладом гиблю. Он придумал же молитву. Встану, пойду к отцу моему, скажу ему, отец мой, я согрешил на небо, то есть перед вечными законами и перед тобою. Я не достоин быть сыном. Возьми мне, как одного из наемных рабочих. Придумал себе эту молитву, вот как вы стоите на исповеди и придумаете, что на исповеди сказать? У многих это реальная проблема. Иду на исповедь, ну хорошо, что ж там сказать? Вроде ничего такого особенного не было. Только а что ж надо что-то сказать? И вот стоят иду, придумывают за... Вот вместо того, чтобы службу слушать, не стоят в очереди на исповедь и придумывают, что я сейчас на исповеди скажу. Сочиняют себе текст. Я согрешил этим, 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 этим. Точно как блудный сын. Это тоже лишнее все. Потому что отец этого не слушает. И он не сделал ни одного покаянного дела. Он только обратился в мыслях. Он только в мыслях подумал, да что ж я тут, как свинья живу. Отец же есть. Пойду к отцу. Он только подумал это, а уже отец это заметил. Еще никаких дел не было. Поста не было, милостыни не было, слез не было. Ничего не было. Была только мысль. О чем это говорит? В мире вот люди все есть, да, что говорит? Бог внемлет уму. Он же смотрит не на то, во что мы одеты. Не на то, что причесан, не причесан. На кой машине приехал. Вообще-то не замечает этого. Господь смотрит на то, о чем ты думаешь. И если вдруг в этой тьме, тьмущей наших дурацких мыслей, вдруг вспыхивает покаянный огонек, Бог замечает его издалече. И уже тут же обращается к этому возвращающемуся сыну. Ни одно дело не сделано, а покаяние уже совершается. Для того, чтобы к Богу прийти, не нужно преодолевать километры. Это если ты ушел от твоего родного родителя, тебе нужно сесть на поезд, на автобус, на машину и поехать обратно в свой дом. Но здесь-то Господь и человек, он когда ушел от Бога, он же не километрами удалился. Вот я стою на этом месте, если я молюсь Богу, верю в Него, и сердце мое знает это, и Бог чувств знает меня, то я с Богом. А если вдруг во мне что-то произойдет такое вот, что я вдруг отвернусь от Него, от живущего вовеки, и почему-то оторвусь от Него, да не будет такого никогда. Но вдруг, если совершится такое, то на этом же месте стоя, никуда не уходя, я вдруг уйду от Него на страну далече. Уйти на страну далече можно, не двигаясь с места. И вернуться к Богу можно, не двигаясь с места. Вот ты стоишь на этом месте, и ты все еще далекий, и вдруг тебя пронзило насквозь, думаешь, Боже, пора к Отцу, иду к Отцу. Отец зовет, я свинья, я живу как свинья, и со свиньями живу, и по-свински живу. Слушай, Отец же ждет, вот сегодня можно прям поменяться. Иду к Отцу. И я как стоял, так и стою, а я уже пошел к Отцу. Речь идет о внутреннем духовном путешествии. И Господь Бог замечает это сразу и выбегает нам навстречу. Здесь можно многое еще, конечно, продолжить, но я хотел бы сейчас закручить, потому что мы еще об этом будем говорить, и не раз, и сегодня в конце службы. Но я сейчас скажу вам вот что. Во-первых, надо себя находить в любом евангельском тексте. То есть любое евангелие нужно слушать с открытым ухом и с вопросом, где здесь я? Я здесь где? И еще нужно слушать, предварять евангелие, нужно просьбой к Богу, как Самуил маленький, когда его Господь звал на пророчество, говорит, Самуил, Самуил, он был научен первосвященником Ильи, и говорил, говори, Господи, слушает раб твой. То есть когда священник или диакон выходит на чтение евангелия, мы произносим слова, премудрость, прости, услышим святого евангелия, мир всем, вы говорите и духове твоему, там, от Луки, святого евангелия чтения, мы говорим, слава тебе, Господи, слава тебе. В это время запомнить эти слова, надо напрячься, сейчас Господь с тобой разговаривать будет, разговаривать будет Господь про тебя. Поэтому надо напрячься, говори, Господи, я слушаю. Говори, Боже мой, слушает раб твой, или слушает раба твоя. И вот сегодня, если это совершилось, хоть в одной, двух, трех душах, то узнал себя человек, в том, что он ушел, он разбазарил дары, ему нужно возвращаться, самое главное, что его ждут. Это вообще притча, вообще не так даже про человека, сколько про Бога. Вот он какой. Сколько раз в жизни приходится удивляться. Говорит, так вот ты какой, Господи мой, Господи, я про тебя слышал, теперь вижу тебя и раскаиваюсь в прахе. На страшном суде мы же не будем не только бояться, мы еще будем удивляться. Говорит, ах, вот ты какой, Иисусе мой. Боже, я даже не представлял, что ты такой. Он вообще другой. Все наши мысли о нем, они иногда вообще разлетаются, и он другой становится. Вот в этой притче он бы мог натолкать в шею, копняками погнать этого паршивца, которым является каждый из нас. Нет, ждет, всех оставляет. Все, которые работают ему, они подождут. Об этом я еще в конце службы скажу, это ужасно важно. Но не сейчас, сейчас не будем длить долго. И вот мы пришли, и он нас обнял. И если у нас перехватило дыхание, мы не успели договорить молитву и заплакали, то знаете, это отеческие объятия. Если было у вас хоть раз такое, слушайте, а если не было, то пусть будет, пусть будет в этом посту великом, в эту Пасху святую, когда ты пришел молиться, а слова кончились, или не успел сказать, а комок стал в горле, и пошли слезы, знайте твердо, это ты, блудный сын, попал в объятия любящего родителя. Не хочет рабов, не хочет наемника, он бежит навстречу, перебивает тебя по дороге, обнимает, сын пришел, погибал и нашелся, погибал и ожил, пропадал и нашелся. Так что, как всегда, в Слове Божьем, это все для меня, про меня, и горе мне, если я не пойму ничего в этом, и не заберу этих сокровищ, не сделаю их своими. Горе будет и вам, возлюбленные, если вы не сделаете того же. Поэтому открывайте ухо, открывайте сердце и напитывайтесь Божьим Словом. Аминь. Божьим Словом. Божьим Словом.